В России отмечаются самые высокие темпы роста ВИЧ-инфекции. Из 140 миллионов человек ВИЧ-инфицированных – 800 тысяч или 2% населения. Ситуация сложная, признают эксперты, и поэтому стране необходимы новые эффективные методы профилактики и борьбы с эпидемией века. Итак, комплексный план обсуждаемых сегодня о государственных документах предусматривает три основные направления, среди которых и активизация работы лечебно-профилактических учреждений, некоммерческих организаций и структурных подразделений администрации города с населением. У жителей должно быть четкое представление об опасности ВИЧ-инфекции, а также о том, что в Сочи обеспечено бесплатное освидетельствование на СПИД, и данную процедуру лучше не игнорировать. Нам надо, и это в национальной стратегии обозначено, до 2020 года включительно, нам надо у 93% населения, чтобы был свой ВИЧ-статус. Это действительно очень высокий процент, потому что на самом деле большинство людей сегодня об этом не задумываются. Они считают, что СПИД, ВИЧ-инфекция – это где-то очень далеко, что это не может произойти со мной. Лично вот работа в этом направлении, во втором блоке будет строиться непосредственно по этому плану. В Сочи ВИЧ-статус известен всего у 21% населения. ВИЧ-инфицированных на курорте чуть меньше полпроцента горожан. На учете в Центре профилактики СПИД стоят 2600 сочинцев. В 50 случаях у этих больных СПИД протекает бессимптомно в течение 10 лет. Я это подчеркиваю, потому что это сложность работы. То есть люди здоровые, красивые, являются носителями вируса, но никто об этом не знает. А у 5% клиника не появляется в течение 20 лет. Это как раз к тому, что Ирина Васильевна сказала, и в рамках стратегии наша задача – скрининг, то есть обследование населения. До 15 декабря в Сочи создадут городскую межведомственную комиссию по реализации государственных документов. К работе же специалисты приступят с 1 января.